Дмитрий Евгеньевич, депутат Ачинского городского совета. Мы с вами встречались год назад в Белом Юру, когда строительство домов было для Погорельцев. Вопросов, конечно, я много накидал, я передам этот список. Да, вот, Татьяна Евгеньевна, перед вами сидит мой помощник. Часть из них я все равно зачитаю, да, и хотелось бы что-то услышать. Первое, это земля для Погорельцев. Это район, да, не город, но до сих пор Погорельцы не могут получить землю. Которые плодородный слой сняли и часть его привезли, 9 машин на позапрошлой неделе, а остальное они до сих пор так не могут. Людям уже, ну, посадили кто-то в грим и кто как смог. Это вот первый. По поводу здания МТТ, это я лично писал этот вопрос, да, на телеграм-канале. Вот вы говорите, что там сделать можно. Ну вот сейчас 15 миллионов, да, проект у нас, площадка «Авангард» называется, будет. Проектируется она на базе Авату. Я считаю, вот это то место, где можно было вот этот «Авангард» расположить, где можно, ну, сделать его, так скажем, областным каким-то центром. Богатол, там, Назарова, Ужур, то есть, ну, здесь вот такую вот площадку, да. Да, опять же, у нас в центре закрылись два детских сада. По улице Лизежинского, Киуринского, да, их признали аварийным. Мы по улице Ленина 87 пытаемся восстановить старый, ну, можно сказать, непригодный дом, да, сделать из него. Там, я не знаю, что будет, ну, в общем, восстановить. Вот тут аварийный, а вот те детские сады, которые закрыли, да, и ребятишки сейчас на такси родители возят и поймут куда-то всему городу. Потому что у нас в старом центре нет детских садов. Ну, вот, как бы, вопрос, да, по поводу благоустройства в городе проходящем. За все время прохождения вот этих благоустройств у нас гарантийные обязательства никто не исполняет. Вы посмотрите на Парк Победы, посмотрите сквер 2-го микрорайона, сквер 6-го микрорайона, ну, везде, везде, Лапенково, Кравчат, никто не проводит гарантийные обязательства. И по дорогам так же. Даже документы теряются, когда кто-то пишет гарантийные обязательства. Вот, рядышком Парк Троицкий делает. Неоднократно обращал внимание представителей Русала, как делают там. Обещают построить, 24-го июня сдать один город. Но делают-то как? Вот вы, как строители, как геотезист, пройдитесь, посмотрите своим опытным взглядом. Ну, лишь бы жителям города замыли глаза. Это, честно, мое мнение, если мы можем вместе пройтись. По полигону вопрос. У нас полигон, ну, передали в Краевую Собственность, он переполнил. Ну, и такой вот аварийный участок у нас, где Римонадный Джон. Недавно КамАЗ врезался в трамвай. Хорошо не было посетителей рядом в трамвае. Это, ну, надо что-то с ним делать. И рядом находится стоянка большая для больших грузов. Дома люди живут в 10-15 метров. Стоянка стоят машины, то есть работают, выхлопают и так далее. Это вопрос, ну, знают все, в том числе Игорь Петрович. Не знаю, работа ведется над этим или нет. Ну, и строительство моста через Речку Чулым. Либо на том месте, где понтон сейчас стоит, либо, ну, для жителей района, да. Как вы говорите, что если большинство жители, надо строить перспективные планы. В 20-м году Владимир Николаевич Чернышенко, наша команда, мы собирали подписи жителей. Собрано 18 тысяч подписей для строительства этого моста. Но никто не слышит, спасибо Игорю Петровичу, что перспективный градостроительный план сейчас готовится. И вроде бы как он там есть. Ну, насколько вот я знаю. Ну, это вот часть вопросов. Может быть, на какие-то вы готовы ответить. Спасибо. Спасибо, вы сформировали мне рабочую повестку на ближайшую неделю. В рамках подготовки ответов на вопросы. Я постараюсь часть дать из всего списка, который вы сказали. По чернозему в белом яре. Со мной сегодня был, он, к сожалению, сейчас отсутствует, уехал руководитель УКСа, Краевого, который является государственным заказчиком. Мне сказано о том, что кому нужно было, землю привезли. Если не привезли, жду обратную связь. Довезут. Довезут. Там, я просто напомню, в белом яре сейчас идет очередной этап исправления замечаний. Ну, потому что сдавали в конце года, там очень много, особенно по благоустройству, отмосткам и так далее, было недоделок. Сейчас придется переделывать. Ну, за одну эту проблему, я думаю, мы рисуем. Что касается гарантийных обязательств и качества выполнения благоустройства. Если я правильно помню, приемка работ осуществляется муниципальной комиссией. В составе горсовета, чиновников, общественности и так далее. Если муниципальная комиссия объект приняла, значит, она его оценивает, как на предпочтение. Гарантийные обязательства, согласен, гарантийные обязательства должны выполняться. И должны выполняться. И должны действовать весь срок, как это написано в контракте. Можно вот здесь вот чуть-чуть добавить. При приемке, я сам лично практически на всякой горе использую. При приемке я указываю на все недостатки, все равно везде, на всех, я вот, если открою, везде я пишу об этом бесполезно. Вот бесполезно. Приемка осуществляется комиссией. Если восемь человек считает, что объект готов, а один против, но на влиянии... Ладно, я Игоря Петровича попрошу отдельно по всем объектам еще раз собрать комиссию, посмотреть и гарантийные обязательства выставить. Тут я с вами полностью согласен. Брак должен быть исправлен в рамках всех гарантийных обязательств. Про мост пока не буду ничего говорить. Я услышал, я и Вадима Николаевича очень хорошо знаю и знаю, что это у него прям любимое детище этот гост. Пока оставлю без комментариев. Не готов.